Одесситы из домов номер 47, 49 и 51 по улице Екатерининской, 34 и 36 по улице Троицкой бьют тревогу. У них прямо во дворе начали строительство шестиэтажного жилого здания без разрешительных документов. При этом люди утверждают, что их дома стоят на катакомбах и их здание может постичь участь дома на торговой. На этих кадрах, которые люди сняли на телефон, видно строительную технику. В период строгого карантина во дворе снесли несколько сараев. Эти хозпостройки были опорой для памятника прохитектуры, заверяют местные жители. Идут подготовительные работы, шли, точнее подготовительные работы. На сегодняшний день технику мы не видим. Наверное, резонанс жителей все-таки подействовал. Были снесены все постройки. Сзади у меня находится один из примеров. Вот находится сарайчик. На месте его планировалось, судя по проекту, который мы видим в интернете, планировалось построить шестиэтажное здание. То есть вы можете себе представить, вот с этого места, с угла начинается вверх свечка шесть этажей. Если туда стройка пойдут, эскаваторы, машины, начнется движение, они все уйдут туда. И уже все. Мы останемся, как говорится, как булька на воде. Никому ничего будет, как где-то в облённый садом. На торговой. Какие-то трещины уже в квартирах начали? Есть, уже трещин хватает. Потому что пока там эскаватор ездил, ну так он ездил потихоньку, там машины. А если сейчас начнут копать, а там будет большой шум, движение пойдёт. А там наши катакомбы. И всё. И там мы уже ничего не остановим. Дома из Пузвилий примерно в 1890-х годах. Повсюду трещины, а о капремонте местные сторожилы и не слышали. Разве что подпорки установили. Эти подпорки были поставлены лет 30, 25-30 лет тому назад. И до сих пор они стоят, пока удерживают это здание. Но в настоящее время, если пойдут там работы, на этом участке, о котором мы говорим, то очевидно, эти подпорки уже не нужны будут здесь. О том, что разрешительных документов у застройщика нет, написал начальник городского ГАСКО Александр Авдеев на своей странице в Фейсбуке. По его словам, комиссия из представителей ГАСКО, Приморской райадминистрации, управления охраной культурного наследия и ЖКС Портофранковский установила, что существующие здания и сооружения компании «Экодом-2» демонтировала самовольно материалы, переданные в полицию и прокуратуру. Мы хотим вообще знать, кто застройщик. Застройщик с нами связываться не захотел, они нам отказали в нашей просьбе. Ну, что еще сказать. Мы хотим, чтобы было все по закону. Если можно там строить двухэтажный дом, то, пожалуйста, мы не против. Если можно. Но никто не делал геологические обследования, или как это сказать. Тем временем сам застройщик на встречу с местными жителями прийти отказался, а квартиры в Нахалстрой уже полностью выкуплены. В интернете легко можно найти сайт, где предлагают квартиры площадью 40 квадратных метров в жилкомплексе «Граф» на Екатерининской 49 по специальной цене – 50 тысяч долларов. Там представлена и планировка, и генплан застройки. На карте видно, насколько впритык Нахалстрой будет расположен к памятникам архитектуры. Указаны контакты, но чтобы получить разрешительные документы, говорят, нужно подождать несколько месяцев. А пока, мол, спешите приобрести. Желающих много. Витрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал «Депортер».